Друзья, всем привет! Мы с вами находимся в Ставропольском крае, это Новоселецкий район, предприятие ООО «ОПХ «Луч». Сейчас находимся на подсолнечнике вместе с главным агрономом Сергей Васильевич. Расскажите, пожалуйста, в целом про технологию и что вы применяете на этих полях. На данном поле мы заложили конкретно опыт с Полидон-НТ, 2 литра на гектар. Именно в фазу 3-5 пар настоящих листьев. Аналогичными продуктами мы на протяжении уже более десятка лет работаем. Это самая эффективная фаза и самая большая прибавка на подсолнечнике дается именно в обработку в эту фазу. Все самое гениальное, оно должно быть просто. То есть усложнять, там делать 3-5 обработок, но никто на таких площадях никто не будет. А сделать одну дополнительную, может быть она и не дополнительная. Мы в этом году делали инсектицидную обработку. У нас был лед лугового мотылька и совки как-то совместно и очень ранний. И на небольших сходах могло быть очень сильное повреждение, поэтому пришлось работать. В эту фазу, пожалуйста, добавляешь дополнительную и получаешь прибавку. Здесь в целом мы уже так провели осмотр поля, визуально посмотрели растения. И по состоянию растения видно, что вы вовремя отработали соответственно и гербициду, и инсектициду. У нас направлено, мы целенаправленно купили на небольшую площадь препарат, на 50 гектар вот здесь у нас заложено. Уже ориентируясь, что это будет прибавка урожая, она нам покроет все наши затраты. Ну и плюс, чем препарат, как бы, что он жидкий. Преимущество именно препарата. Почему мы к нему? Потому что жидкий, потому что на больших площадях имея там где-то от 30 до 40 гектар одновременно заправки, 3 килограмма, это довольно-таки много, если даже умножить на это, получается цифра, которую мы должны растворить. А это готово, то есть мы просто вылили и все. То есть растворено. Здесь, конечно, преимущество. Преимущество жидких препаратов, я думаю, что неоспоримо. Ну и опять же, избегаете всяких проблем в дальнейшем с опрыскателем, то есть опрыскателем не забиваются, форсунки, шланги чистые и все хорошо. Но мы вам напомним опять же, что у нас в линейке более 50 препаратов и все препараты у нас находятся в жидкой форме. Касаемо данного поля, как я понимаю, 70 гектар поля, 50 гектар обработали полидон-НП. Вот, в принципе, мы сейчас находимся на границе. Граница обработки у нас находится именно здесь. И правая часть поля у нас обработана как раз-таки схемой полидон-НП 2 литра на гектар. Левая часть без полидон-НП, но вся технология у нас одинаковая. То есть здесь один с рук села, соответственно, один гибрид. У нас однофакторный получается опыт. Да, здесь практически, ну, как бы, сеяли одним массивом очень быстро. В течение недели здесь все тысячу гектар отсеяно. Как бы, ну, может быть, первый срок села и последний немножечко различаются. А так, ну, вот он находится в одном состоянии. Очень легко увидеть, как бы, у нас не только полидон заложены, у нас три препарата заложены. Ну, не будем сейчас о них говорить. На этом мы сейчас пока про полидон говорим. Пока из всех нагляднее выглядит полидон. Сами вы видите, что мы проезжали те препараты. Ну, да. И сейчас, как бы, мы наблюдаем то, что разница даже сейчас визуальная есть. Но, как я понимаю, мы, к сожалению, только первый раз приехали на это поле. Вот. Но раньше были ранние фазы, разница была еще ощутимая, да? То есть визуально это было видно. Ну, уже изначально, вот, после обработки сразу было видно разницу. Потому что самая вот эта изъязвимая 3-5 пар, когда закладывается у нас корзиночка, все остальное, вот и в это время, наверное, он на это все и реагирует. А именно фосфор, фосфор, почему мы выбрали полидон МП? Самое большое содержание фосфора. Бывало так, что даже подсолнечник вот на этих фазах, его видно просто, вот обработанную площадь, ее просто видно. То есть можно даже никаких там ни вешек не ставить. Ну, как и в данном случае, то есть... Да, вот сейчас вроде как немножко тут уже к цветению, вроде как выравнивается все. Но вот эта равномерность всего этого, особенно гибриды сейчас, они очень на это все отзывчивые. То есть они любят интенсивную технологию. Да, была нехватка влаги, очень сильная у нас была. Здесь земля была растрескана, все она то самое. Буквально два дня вот пошли дождики, подсолнечник ожил, но это зарадовался. Ну и размер корзинки, это уже все сразу видно, становится буквально за считанные дни. Не, ну да, погодные условия, дожди здесь однозначно исправили ситуацию, которая явно была. Потому что, ну, это тот же самый цвет подсолнечника сейчас радует глаз. Ну, я заметил, что еще и неблагоприятные условия при такой обработке, он переносит намного лучше. Потому что, ну, даже засушливые годы были, все равно урожайность там намного больше. Потому что за счет более, ну, оно само растение, толстые, мощные, листовые. Вот мы тогда проезжали, да, здесь редки были видно, как бы между рядками пространство еще не закрытое, здесь уже вот все листовая поверхность, она закрыла межрядковое пространство. Вот, кстати, вот здесь еще вот большой плюс в этом, потому что, если в этот период наступает засуха, как бы, ну, а цвет почвы, он в любом случае солнца притягивает. Конечно. Если междуряди у нас получают закрытыми, то засух растений приносит намного лучше. Не только засух и засоренность, это вторая волна, как бы, это более мощное растение, но гораздо лучше борется со всеми этими факторами. Согласен, поэтому это, да. Ну, и корневая, наверное, глубже проникая в почву, все равно в нижних горизонтах есть какая-то влага, да, и переносит довольно-таки лучше намного. Я так думаю, что именно фосфор влияет на развитие корневой системы, и вот листовое, даже небольшое то количество, которое мы даем, да, оно способствует вот развитию корневой системы. И очень, наверное, хорошо усваивается через лист. Вот это мы же даем жидкие специальные формы, которые у нас легко проникают. Вот я думаю, только этим вызвана вот такая его реакция. Ну, вот любую другую фазу применяя, не получаешь такого эффекта. Вот есть одна фаза, в которую надо внести. Все. Нет, отлично. И тем более хорошо, что вы смотрите на это там со своей стороны, то, что это нужно делать, нужно изучать, нужно смотреть. Нет, от меня же требует, от меня же требует урожайность. Причем, ну, не абы какой ценой, а с минимальными затратами. Ну, что это такое, там, ну, положить там лишнее, там, какую-то эту самую, компенсируя потом урожаем, это в несколько раз. Я думаю, что этот прием, как бы, имеет место. Конечно, для каждых условий надо экспериментировать, пробовать это все, но то, что это работает уже в разных условиях, я испытал, это все работает. Спасибо огромное за информацию. Следите дальше за нами, то есть результат также мы вам всем покажем. Поэтому всего доброго, всего хорошего. Посещайте наш канал Полидон. Счастливо!